МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тарифный спор между Люфтганзе и кокпит завершён. Пилоты добились своего. Почти. В ФРГ женский труд оплачивается дешевле, чем мужской. Данные Федерального статуправления удивляют. Французская девушка с синдромом Дауна провела прогноз погоды на телевидении. Робот-актер сыграл главную роль в новом спектакле на лондонских театральных подмостках. Люфтганза договорилась с пилотами. Затяжной конфликт авиаперевозчика с профсоюзом пилота в кокпит урегулирован. Тарифный спор завершился подписанием базового соглашения между Люфтганзе и профсоюзом. Документ действителен до июня 2022 года. Главными пунктами в нём являются размеры заработных и пенсионных выплат. Мы работали изо всех сил, чтобы найти решение. И я убеждена, что все стороны довольны им. Я надеюсь, что оно действительно учитывает все интересы. Это соглашение позволит мирно завершить многолетний спор. Путь к соглашению дорого обошёлся всем. Но оно того стоило ради интересов Люфтганза, её сотрудников, клиентов и акционеров. Профсоюз кокпит согласился на реформу системы пенсионного обеспечения. Она предполагает отказ от ежегодной индексации взносов работодателя в пенсионный фонд пилотов. А Люфтганза, в свою очередь, гарантирует, что до конца действия договора, то есть до середины 2022 года, авиапарк компании будет состоять не менее чем из 325 самолётов. Таким образом, появится возможность увеличить число командиров экипажа и авиакомпании ещё на 600 человек. И 700 уже обученных сотрудников смогут быть трудоустроены. Кроме того, стороны согласовали поэтапное повышение зарплат почти на 11,5% и выплату единоразовой премии в размере почти 2% от месячного оклада. Мы задекларировали свои намерения, и Люфтганза их приняла. Теперь до конца года мы должны согласовать последние условия договорённости и тарифного соглашения. А для вступления в силу этого документа, его необходимо утвердить в направлении Люфтганза и собрании профсоюза. Конфликт между руководством Люфтганза и профсоюзом пилотов в кокпит длился с 2012 года. Пилоты 14 раз устраивали забастовки. Убыток от них превысил 500 миллионов евро. Всего за это время были отменены почти 2000 рейсов. Женский труд в ФРГ оплачивается дешевле, чем мужской. Представительницы слабого пола получают меньше, чем мужчины на 21%. Об этом свидетельствуют последние данные Федерального статистического управления. По данным статистики, такой разрыв не изменился за последнее десятилетие. В 2006-м женщины получали меньше мужчин на 23%, в 2014-м и 2015-м на 22%. В прошлом году труд женщин в ФРГ оплачивался по тарифу 16 евро 26 евроцентов. В то же самое время за эту же работу мужчины получали почти 21 евро в час. В Федеральном стат управления, говорят женщинам, хоть и повышают зарплату, но слишком медленно. И все равно, даже с аналогичной квалификацией и на похожих должностях, прекрасный пол по-прежнему зарабатывает меньше мужчин в среднем на 6%. 21-летняя Мелани Сигар с синдромом Дауна давно мечтала выступить на ТВ. Через страничку в социальной сети девушка попросила пользователей поддержать ее. В результате за 10 дней пост собрал более 200 тысяч подписчиков, а в сети развернулась целая социальная кампания под лозунгом «Мелани на это способна». Сразу несколько национальных телекомпаний предложили ей провести передачу. Сигарт выбрала канал «Франс-2» и рассказала о погоде в мире вместе с постоянной ведущей Анаиз Байдемир. Перед эфиром девушка прошла четырехдневный тренинг на телеканале. Осуществить мечту Мелани помог французский благотворительный фонд, который занимается помощью людям с ограниченными умственными возможностями. Кроме того, ее поддерживает вся семья. Целью Мелани было доказать, что при надлежащем участии общества и должной помощи люди, страдающие синдромом Дауна, могут многого добиться. Сегодня в мире с этой формой патологии живут более 60 миллионов человек. «Высший свет двух столиц» собрался на спектакль по пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад» в Императорском Александринском театре в Петрограде 25 февраля 1917 года. Постановку осуществил Всеволод Мейрхольд. Музыку написал Александр Глазунов. Костюмы и декорации создал Александр Головин. В роли Арбенина Юрий Юрьев. Это был его бенефис. Нину играла прима театра Екатерина Рощина-Имсарова. После премьеры, по словам нынешнего художественного руководителя Александринки, Валерия Фокина, уже все покатилось. А тут уже стреляли. Ну это так, полиция разберется. Но никто не разобрался, потому что на следующий день уже отменили спектакль. Он был под угрозой. Студент забежал от полиции в кассовый зал и был застрелен. Как говорит Фокин, Мейрхольд интуиции художника словно предчувствовал наступление революционной стихии. Ну тут все совпало, вот я говорю. Потому что когда в последнем акте отпевают Нину, да, и идет этот реквиум, идет панихин, то эти люди, сидящие в зале, вот эти вот все, которые, судьба их потом, они были расстреляны, убежали, уехали, покинули родину. Мы не знаем, что с ним произошло. Вот это, по сути дела, отпевали их. Отпевали всю тогдашнюю Россию уходящую. В тот февральский вечер 1917 года маскарад смотрели и люди искусства. От балерины Матильды Кшесинской до художника и мецената князя Сергея Щербатова. Говорит историк театра Александр Чапуров. В зале Александринского театра были и Анна Ахматова, и Александр Бенуа, и Александр Блок. Все те, которые потом отрефлексируют это. Современная публика и критика благосклонно приняли восстановленный маскарад. В сентябре 2017 года спектакль будет показан в Большом театре в Москве. Жители британской столицы в последние дни горячо обсуждают новую знаменитость. Но это не очередная звезда из Голливуда, а самый настоящий робот. Механический актер играет одну из главных ролей в новом спектакле на лондонских театральных подмостках. Рассказывает режиссер Джон Белш. Это история об инженере, который всю жизнь создавал роботов. В какой-то момент он узнает, что серьезно болен, и вскоре его жена останется совершенно одна. А у нее уже проявляются первые признаки болезни Альцгеймера. Поэтому инженер создает свой финальный шедевр — компаньона для своей супруги. Напарницей робота на сцене стала актриса Джуди Норман. Большую часть спектакля она ведет с ним диалог и даже целует. Когда он смотрит на меня, это прозвучит странно, но он делает это так нежно. И он мне очень-очень нравится. По словам авторов, пьеса заставляет зрителя задуматься о любви, смерти, технологиях и даже о будущем театра. Разумеется, у таких спектаклей есть потенциал. Я поняла, что работа на сцене с роботом не сильно отличается от взаимодействия с обычными актерами. Однако за столь инновационной постановкой стоит колоссальный объем работы технических специалистов. Они следят за тем, чтобы робот не отставал от своих коллег по сцене за время полуторачасового спектакля. Робот всегда говорит одно и то же и совершает одинаковые движения. В зависимости от того, какая запрограммированная реплика воспроизводится. И это возлагает огромную ответственность на актеров, которые с ним играют. Они всегда должны делать паузы в нужных местах и находиться там, куда смотрит робот. Это очень тяжело. Пьесу с участием робота-актера можно увидеть в Лондоне до 19 марта. После чего Трукпа отправится в гастрольный тур по Великобритании до апреля. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m.c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова